МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Колорит фестиваля, необычная именно культура казачья. Очень здорово сегодня, зажигательно. Я рада, что у нас фестиваль без границ. То есть получается, что дети, что взрослые. То есть нет ограничений возрастных, я имею в виду. Фестивальную площадку оформили в стиле казачьей станицы. На праздники выступили профессиональные самодеятельные коллективы всех жанров. Выставка народных промыслов порадовала гостей и участников праздника со вкусными угощениями и разнообразными товарами. Фестиваль открыт. Приехали сегодня из наших соседей, из русского округа, из Нарафаминского округа, Москва, Можайский район, и Одинцовский наш район. В принципе, мы открытые, и каждый год всех ждем снова в гости на День России. Само название фестиваля «За веру и Отечество» говорит о его патриотической направленности. И не случайно мероприятие уже шестой год проходит накануне Дня России. Очень мне импонирует идея этого фестиваля, потому что вот сейчас, особенно весной 2022 года, мы все в России стали понимать важность не просто поддержания, а развития наших культурных, национальных, в том числе и музыкальных ценностей. Одинцовское хуторское казачество – всегда почетные гости и члены жюри фестиваля. Такие мероприятия особенно важны для подрастающего поколения, уверен потомственный казак Сергей Чечиков. Мы занимаемся охраной общественного порядка. Также мы, помимо охраны общественного порядка, проводим свои казачьи фестивали по Москве, Московской области. Вот, а потом мы преподаем уроки и фильмы, показываем о казачестве в школах для воспитания уже молодого поколения. И оно очень эффективно, кстати. Казачий фестиваль – одно из самых ярких и запоминающихся событий культурно-досугового центра Честцовский. Сегодня участникам вновь удалось показать, насколько регион богат самобытными, эксклюзивными творческими коллективами. Полина Толмачева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».